Всем привет! Сегодня очередное блюдо, да, было бы странным на моем канале, на моей кухне, чтобы я что-то не готовил. Кстати, надо так попробовать, просто не готовить. Снимем бы не на ролик как-нибудь о том, как я мою посуду, например. Которую все банят, что у меня газ и сковородки недомытые. Да и я не собираюсь их оттирать, они у меня изнутри чистые, все, а то, что снаружи, мне пофиг. Честно вам признаюсь, прошу прощения, если кого-то обидел. Сегодня у меня по плану жаркое. Жаркое это такая категория блюд, которая по сути делается довольно быстро, за исключением того времени, пока оно будет находиться в духовке. У меня есть два цыпленка. Сейчас в магазине, который рядом со мной находится, появились цыплята, очень мелкие, прикольные, они быстро готовятся. И, соответственно, я их должен разделать. Так как цыпленок мелкий, нет смысла его там, знаете, мельчить на собачий корм. Просто ноги отрезать нужно, крылья вместе с грудной костью, ой, с грудной частью. А нет, давайте-ка я подумал, знаете что, я все-таки отойду от своих правил и вот эту грудную часть оставлю на кости. Потому что, когда мы говорим про жаркое, я вот сейчас ассоциацию такую голову свою нашел, типа, нужно косточки обгладывать. Поэтому будем оставлять все с костями. С хвоста нужно убрать, лишние всякие вот эти вот штуки. Спинку оп, ломаем. Она сама ломается. А грудку вдоль сейчас разгоним. Вот так. И спинку. Вот так, такие куски оставим. Вот они. То же самое со вторым цыпленком. Почему цыпленок? Цыпленок готовится гораздо быстрее, чем большая курица. Нет, большую курицу тоже можно порубить мелкими кусками. Но здесь мясо понежнее, да и... Вообще, честно признаться, цыпленок вкуснее, на мой взгляд. Синенький такой, обычный, тощий цыпленочек. В общем, вот такие куски у меня получились. Цыпленка. Соль. Солим. И обязательно масло. У меня же... А, вот, его спрятали. Оно на окне у меня стояло-стояло. Супружница моя, Ксения Евгеньевна, названная, прячет все, чтобы ничего на виду не стояло. Я сюда добавляю еще лавровый лист. Почему я тут добавляю лавровый лист? Потому что я не хочу добавлять сюда пряности. Пряности сгорят, пока у меня тут все это будет обжариваться. А лавровый лист, даже если и сгорит, да и фиг с ним. Куски крупные, их всегда можно достать. Картофанчик. Я буду резать вот такими треугольничками. Кусочки должны быть небольшие. Почему? Потому что всегда размер кусочков нужно соотносить со временем приготовления. Например, картошка готовится дольше, чем курица. Поэтому картошку режьте всегда помельче, чтобы она готовилась быстрее и догоняла курицу. В то же время как лук, нужно резать наоборот покрупнее, а лучше всего прям вот такими вот крупными дольками. Все скидываем в одну чашку. Можно, конечно, этого не делать. Все это можно посолить, полить маслом на сковороде. Но я предпочитаю, как повар, делать, как повара. Сначала сделать заготовку, а потом уже все выкладывать на сковороду. У меня такая сковорода чугунная. На самом деле это крышка от казана. Вещь потрясающая, потому что подходит для не только работы на костре, но еще и на ней можно и дома там всякие штуки запиливать. Так, все почти обработали. Грязную посуду сюда. То, что не нужно, сюда. И маслице. Теперь соль. Небольшое количество масла. Чтобы соль прилипла. И я сюда добавлю прям кусками красный перец. Будет острый-острый, ничего страшного. Лето же, хочется чего-то такого поярче. Вот. Вчера был на рынке, купил молоденького чеснока. Прям вообще супер классного. Супер классного. Внешнюю снимаем. Вот это все рубим. Это все пойдет в запекание. Ну и соответственно... Вот такие зубчики. Я прям их очищать не буду. Да, некоторые из них сами очистились. Ну ладно, тогда придется все очищать. А то что, одни не чищены, говорю, и не чищены. Вот это вот все я оставляю целиком. Теперь... Значит... Курицу и картофель с луком нужно распределить максимально красиво. Ну а что, прекрасно получилось, по-моему, вообще красота. Так, вниз, сбоку, справа, слева. Значит, вот так вот делаем. Вот так делаем. Чугун снизу будет нагревать. Сверху будет в духовке жар. Это все будет... Жариться. Не томиться, а именно жариться. В комментариях многие пишут, приготовь рататуй. Ну что, вы не знаете, как овощи запекаются? Вы точно хотите? Потому что, ну, это довольно простое блюдо. Напишите. Может быть, как-то... Может быть, вы где-то что-то видели необычное. И это называли рататуем. На самом деле, это несколько видов овощей, которые складываются слоями, либо полубоком ставятся и запекаются. Ну, это просто печеные овощи. Можно их накидать на противень и отправить. Напишите, что именно, как вот вы хотите, чтобы был рататуй. Потому что мне не очень понятно. Все, здесь три элемента осталось. Томат. Жижка-то нужна для всего этого. Чтобы снизу она давала влагу. Пар, сок выходил. Потом томат концентрируется при запекании. Влага вся уйдет. И картошечка будет с кислиночкой вкусной такой овощной. Прям супер. Вот так вот соком. Курица пропитается. Но это не вся еще кислиночка. У меня еще там в загашнике кое-что есть. И смотрите, у меня что еще есть в загашничке. Значит, я даже из пакета не стал доставать. Я люблю кимчи. Кто близко меня знает, знает, что у меня дома очень часто бывает кимчи. И у меня здесь я, когда на рынке покупаю, всегда прошу, чтобы мне наливали жижку. Потому что она остренькая, кислая, натурального брожения, молочная кислота. В общем, и острота здесь. Здесь же чили перчики есть. Все вместе. Я подливаю вот тут, по краям в серединку. Быстро ставим. Ничем не накрываем. Значит, у меня 230 градусов. Но делим, делим. 230, значит, в нормальной духовке градусов 200. Вот. На полчаса забываем. Через полчаса смотрим. Если все готово, достаем. Если нет, увеличиваем температуру и оставляем еще там на какое-то время. Ну, минут на 10, да? Все, на полчаса духовке 230. Что я сделал с курицей? На нижней части духовки я понял, что она плохо печется. Я включил верхний тен, переставил ее туда. Итого 25 минут она у меня простояла внизу. И 7 минут наверху. Я просто переживаю, что, чтобы она у меня там не подгорела. Вот. Жаркое должно быть жареное, красивое. Даже, несмотря на то, что некоторые лепесточки лука здесь попытались обуглиться, ну, судя по звукам, Дуся спит и думает, мне снится курочка жареная. Ох, и стонет аж. Да, но у меня еще есть пару минут. Значит, сыр моцарелла шариками. Ну, в общем-то, какой был в магазине. Был бы большим куском или моцарелла для пиццы. Я бы, конечно, на терке натер. Но я это буду делать в кутере. Адыгейский сыр. Просто ломаем руками. Дуся, ну все. Просыпайся. Добавляем где-то 50 на 50. Делаю по принципу грузинской кухни. Вот смотрите, значит, для того, чтобы хачапури по-аджарски, лодочка, получился не деревянный, я про сыр, да, конкретно про начинку, а такой более-менее нормальный, его мешают 50 на 50, а некоторые даже больше. Добавляют и меретинского, хрупкого сыра, который, ну, отчасти напоминает адыгейский. И тот, и другой, в моем случае, не соленый. А в грузинской кухне меретинский сыр тоже очень-очень слабосоленый, а сулугуни сильно соленый. И поэтому там соль балансирует. Больше сыра меретинского добавишь, и он дает как бы рыхлость. Так и здесь. Моцарелла начнет плавиться, а адыгейский плавиться не будет. Он даст рыхлость. Сюда я добавляю только лишь 4 перца. 4 перца на сяйника. Сковородка у меня стоит на самом маленьком огне. Я сюда добавляю сливочное масло, немножко. Знаете, для того, чтобы усилить вкус, маленький зубчик чеснока. Вот сюда. Масло растопилось, масло растопилось. Чеснок чуть припустился. В кутере перемешиваю адыгейский с моцареллой. Видите, что у меня получилось? Масса похожая на творог. Высыпаю ее вот сюда. И аккуратно расплавляю. Значит, хотите, чтобы у вас прям жижа такая была? Ну, добавляйте больше моцареллы, меньше адыгейского. На медленном огне плавлю. Плавлю сыр. Потом сюда обязательно нужно добавить зеленый лук. Вот так. Каплю сливок. И все, сырок у нас, у нас такой превращается. Прямо как начинка от хачпури по-аджарски. Который сделает наше обычное жаркое необычным. Необычным. Смысл в этом. Дуся, блин, подскочила. Вот смотрите, что я делаю. Вот смотрите, что я делаю. Я вот так распределяю сыр. Дальше. У нас же картошка горячая, курица горячая. Это все. Сейчас будет пропитываться вкусами и ароматами. Накрываю только часть. И когда вы будете ложкой накладывать себе в тарелку, значит, кто не хочет сыр, не добавляет, берет с этой стороны. Но у меня у самого уже слюни текут. И я вас уверяю, вот эта часть повысит стоимость вкусовую самого жаркого просто на несколько порядков. Вообще-то можно было засыпать и поставить в духовку. Ну, теоретически. Да, с сыром. Но мне почему-то вот так решилось, захотелось. Ну, такая жаркость хачапури. Горячая какая. Ну-ка, не ругайтесь. Это блюдо можно поставить на стол, на даче, на всю семью. Можно на праздничный стол. А можно просто поесть вдвоем. И не готовить больше ничего. Блюдо сытное, очень плотное, интересное, вкусное, сочное. Ой, весь вымазался. Ладно, пока.